Фотодокументальная выставка «Ульяновская область», сделанная в СССР, станет одной из центральных площадок 5-го архивного фестиваля «Архивный хронограф». Экспозиция охватывает историю нашего региона в эпоху Советского Союза с 1922 по 1991 годы и посвящена 80-летию Ульяновской области. Но мы остановимся только на событиях, которые произошли в марте в разные периоды истории и отражены в экспонатах выставки. В первой витрине можно увидеть фотоснимок, который сделан в 1924 году на территории бывшей румянцевской суконной фабрики. Сегодня это Барышский район, где был установлен самый первый памятник Владимиру Ильичу Ленину. Первый памятник уроженцу, нашему самому знаменитому Ленину, появился не в самом Симбирске, а почти за 150 километров от него. Не по указке свыше, а просто сами работяги захотели этого. И не профессиональные скульпторы, а действительно стольеры-формовщики, которые не умели лепить из пластилина, из гипса. Поскольку в марте мы отмечаем Международный женский день, то не можем не сказать про Франциску Константиновну Варекис, тетю первого секретаря губкома Иосифа Михайловича Варекиса и жену симбирского губвоенкома Иосифа Викентьевича Варекиса. В 1919 году она осталась в водовой с четырьмя несовершеннолетними детьми на руках. И помимо того, что у нее свои дочери есть, она в 1919 году создает и возглавляет первый в советском Симбирске детский дом. И руководит им до 1950 года. Детский дом менял адреса, номера, но она оставалась его бессменным руководителем. Конечно, выставка не обходит стороной столетний юбилей Владимира Ильича Ленина, который стал важной вехой в жизни области. К славной годовщине были возведены выдающиеся ансамбли советского модернизма. На открытие Ленинского мемориала прибыл сам генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. А главный сатирический журнал «Страны Крокодил» посвятил мемориальному центру центральный разворот с рисунком карикатуриста Григория Огородникова. Само открытие прошло 16 апреля, но приемку осуществляли за месяц до этого в марте. У нас хранится акт приемки в эксплуатацию, где по всем позициям идут оценки. Отлично, отлично, отлично. Одна хорошо. Крыша. Ну, снег еще лежал. Причем это действительно было событие для нашего края грандиозное. Строили реально всем миром. Фестиваль «Архивный хронограф» 17 марта завершит «Ночь в архиве», во время которой будет проведена экскурсия по выставке «Ульяновская область, сделанная в СССР». Все желающие смогут познакомиться с экспозицией более подробно. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.